МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А время идет. Я должностное лицо. Я читаю документы. Не более того. Я читаю документы. Графика я не увидел. Договоренность у нас не выполняется. По соглашению все сроки прошли. Я не понимаю, куда мы идем. Вот и все. Все коротко. Это в части концессии. В части подготовки вообще не так. Вообще не так. У нас не идут работы. У нас не идут работы. Мы их не видим. Вопросов накопилось немало. Особенно в части исполнения концессионных соглашений. Не организована работа на должном уровне. Нет сетевого графика выполнения работ. Есть проблематика по проектной смертной документации. Как раз подготовили пояснить записки по этим объектам. По трем из семи. С мероприятиями. И технического характера, который нужно выполнять именно сейчас, чтобы успеть в этом году все сделать, хотим как раз согласовать сначала с вашим замом профильного, и потом уже вам это представить на рассмотрение. Вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону не менее важный. Отопительный сезон окончен, а значит, Газпром Теплоэнерго уже должен приступить к реализации обещанных мероприятий и предоставить график. Но этого не было сделано. Определены новые сроки. Сегодня мы зафиксировали, что нужно наращивать темп, нужно менять графики выполняемых работ и выполнять много-много-много достаточно серьезных мероприятий, которые в конечном итоге должны дать нам более положительные результаты в части готовности объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду. Ситуация главе округа понятна и взята на особый контроль. Теплоснабжающие организации строго указали на соблюдение регламентов о порядке межведомственного взаимодействия и эксплуатации теплоснабжающего оборудования. Ситуация также находится под контролем силовых ведомств. Анастасия Спирина, Владимир Пархенов, Владимир Овсянников, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. 28 мая в 7-м образовательном центре урок мужества проходил по-другому. В рамках него открыли Парту Героя. Ее посвятили Андрею Кудрявцеву. Проект «Единая Россия. Парты Героя» успешно реализуется в школах региона. И нам всем очень важно, чтобы память о подвигах героев Великой Отечественной войны хранилась нашей молодежи, чтобы эту память нашей молодежи передавала еще более молодому поколению. И сегодня интересы страны защищают наши герои в зоне специальной военной операции. Андрей Викторович Кудрявцев – младший сержант. Старший стрелок мотострелкового батальона. На СВО был призван в рамках частичной мобилизации. 20 мая 2023 года близ Луганска его взвод попал под минометный обстрел. Андрей получил травмы, несовместимые с жизнью. Указом президента за отвагу был награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались жена и сын. Они тоже пришли на открытие Парты Героя. Конечно, для нашей седьмой школы это очень важное мероприятие для наших учеников, для детей, потому что именно через такое мероприятие они могут осознать и, может быть, немного прочувствовать сопричастность к тому, что происходит там, и гордиться тем, что в стенах этой школы учился настоящий герой. Андрей Кудрявцев – не первый герой, окончивший седьмую школу. На входе в образовательное учреждение – табличка с именем Сергея Федоряева. Он погиб, исполняя интернациональный долг в Афганистане. О герое СВО будет напоминать парта. Ее поставят в Кабинете истории. Проект «Единая Россия. Парта Героя» имеет своей целью создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов участников боевых действий. Это уже десятая парта «Героя» в округе. Проект будет реализовываться и дальше. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Ветеран, чьи подвиги отмечены орденом Красной Звезды. Полковник в отставке Виктор Тихонович Березуцкий прошел долгий и непростой путь, защищая родину и ее идеалы. С детских лет его окружали люди военной профессии. Неудивительно, что его выбор пал на военную службу. Каждая ступень его карьеры пропитана опытом фронтовиков Великой Отечественной войны, чьи знания и строгость сформировали его как офицера и человека. Одно из ярких воспоминаний ветерана – мощное землетрясение в Ташкенте в 1966 году. Центральная часть города была практически полностью разрушена. Ее отстраивали строители со всего СССР. Виктор Тихонович занимался гумпомощью. В частности, доставлял палатки для пострадавших жителей. Оно вот так потрясло, где не было какого-то хорошего сцепления. Стены прямо наружу вываливались. И в ходе вот этого главного землетрясения люди, я имею в виду, со смертельным исходом практически не было. А они стали появляться тогда, когда стали появляться повторные землетрясения. Служба в группе советских войск Германии, руководство автомобильным батальоном, создание мемориала в честь воинов-автомобилистов – все это лишь часть его военного пути. Даже в спокойное время возникали непредвиденные ситуации. Лесная дорога была, и выезд на каменную дорогу. Вот. Ну и этот водитель превысил скорость. Вот. Перевернул прицеп. Вот прицеп перевернул. Искра и загорелась. Вовремя приехали пожарники немецкие, погасили. Пожалуй, самым сложным испытанием стала афганская война. Горные перевалы, частые нападения душманов, тяжелые физико-географические условия – все это требовало невероятного мужества и самоотверженности. Перевозка горючего в условиях боевых действий напоминала опасные рейсы по дороге жизни на Ладожском озере. Об одном погибшем сержанте-однофамильце Виктор Тихонович вспоминает так. Сегодня в своем уютном доме он вспоминает тех, с кем делил эти трудные годы. Тех, кто остался в памяти навсегда. История Виктора Тихоновича Березуцкого – это история мужества, чести и преданности Родине. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. Не просто концерт, а мотивация для женщин быть собой, раскрывать свои таланты, верить в себя. В театре музыки и шоу «Третий Рим» показали первый масштабный танцевальный проект с участием творческих коллективов в студии танца «Дэнс Рум». В каждом из нас это танцевальный шоу-концерт под руководством Кристины Бондаренко. Для каждого из нас в этой жизни нет ничего невозможного, если этого действительно захотеть. На сцене выступало четыре коллектива в таких стилях, как «Хай Хилз», «Джаз Фанк», «Хип Хоп» и «Экспериментал». Мне кажется, что все зрители были в восторге, как и все сами участники, потому что мы отдали всех себя, поделились полностью энергией. Главная задача – показать людям, что всевозможно танцевать – это здорово, и любой человек может научиться так двигаться и выражать себя через танцы. Выступления очередовались с роликами, где директор студии и участницы рассказывали свои истории, и что для них значит быть в этом коллективе. Я получила все, весь спектр эмоций, от ужаса до невероятного восторга. Я очень благодарна Кристине, я благодарна всем девчонкам, которые прошли со мной путь, которые помогали мне, поддерживали. Крис большая молодец, что аккумулирует таких прекрасных людей возле себя. Сегодня был просто грандиозный, великолепный концерт, на котором мы показали все, что можем, на что мы способны, и это было просто великолепно. Мы кайфанули, получили энергетику от зала, показали все наши умения, силы, все, что мы делали последние пять месяцев. Этот концерт собрал близких и друзей студии. Даже приехала из Якутии первая учительница танцев Кристина Бондаренко. Они не виделись с тех пор, как Кристина окончила школу. По приглашению ее папы, который, когда Кристина с малых лет у меня начала заниматься, был категорически против, никак не хотел, чтобы она пошла в танцы. Он для нее прочил совсем другую область работы и будущего. Но видите, танец все равно победил. И Кристина теперь замечательный хореограф. Более 400 зрителей пришли посмотреть на танцевальные выступления. Для организаторов это только начало. Следующий концерт они планируют провести для тысячи человек. Мария Лихобабенко, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова